про 90-е ром ты знаешь ситуацию прекрасно сегодня 2010 года молдавскую российскую европы что касается индустрии продвижение продукта и помнишь прекрасно 90-е годы можешь ли ты сказать что вы в тот момент вытянули какую-то лотерею в 90-е годы мы запрыгнули как говорится уходящего вагон уходящего поезда 90-е года это была мне кажется какая-то последняя волна в рок-музыке где еще присутствовал какой-то креатив как в искусстве 90-х годов в восточной европе искусство я имею виду вот картины кино тоже музыка она содержит в себе какой-то посыл какую-то энергетику которая в некоторых временных промежутках отсутствует есть такое вот о чем уже шутить михаил женец мир изменился а вот в 90-е был какой-то взрыв и мы попали на эту волну и мы были организованы репетировали мы встретили игоря записали четыре трека на английском языке один трек попал в москву приехал саша скляр я уже не помню кто им а сейчас я приехал и трек попал москву после этого наверно да но я просто могу чуть-чуть это приоткрыть ситуацию будучи свидетелем этой истории концерт группы ва-банк произошел в девяносто пятом году в городе кишиневе это было по моему июне или июль месяц те кто помнит девяносто пятый год это был промежуток времени когда огромное количество времени уже никто не заезжал просто никто не за было бы это было концертный провал с точки местные клубы играли что-то там происходило да но привоза не было никакого на протяжении огромного количества времени и тут приезд настоящей рок-группы и роман игупов после концерта подходит во время пресс-конференции который давал скляр сразу после концерта снял себе майку весь мокрый и рома подходит к нему и дает кассета и даже марку не помню такая какая-то очень страшная уставшая кассета я дал кассе да ты дал кассету лишь вот мы группа такая-то я подвел к музыканту он сказал да спасибо а потом была автопатия с группой куйбул которая была на разогреве этого концерта да генигич уха красиво две группы за столом и видать как-то сложились наверно просто всего лишь человеческие отношения для начала это очень важно да потом потом был звонок в девяносто шестом году летом александра феликсовича мне на домашний телефон с просьбой срочно разыскать группу сдоб-чиздоб видишь ты сыграл не наше решение про это я и не я сыграл я оказался просто с ушами там где надо да александр феликсович звонит говорит мне нужно срочно группа сдоб-чиздоб я спросил с какой целью что передать я найду сейчас он говорит тут фестиваль и хедлайнер едет я в английском полный ноль и по буквам записывал название группы и точно так же как я записывал я перезвонил миша и сказал с какой целью звонил александр феликсович но миша когда эти буквы сложил сказал мне что я полный идиот и такого не может быть и такого не может быть но вообще хочу тебя поправить фестиваль с участием риджи гинс д машинс он был немножко позже ну что до этого мы попали научитесь плавать и уже вышел альбом и даром парадайс крокодайл текст очень много групп до это был пятый год понимаешь вот сейчас уже вспомнить сложновато да но любая встреча любой фестиваль любое интервью она дает столько всего понимаешь и контакты и опыт и связи и те кто хочет мы просто очень сильно хотели дело в том что была еще одна история которые мы сейчас такие как старички уже это вспоминаем сауна города одесса где рома дал свежезаписанную акустическую версию хардкор мы послушали даже альбом да человек был измотан страшно директор его всячески пытался отстранить от нас чтобы не продолжалась вот эта дискуссия вся музыкальная да там был такой китайский магнитофон и кассета вот свежезаписанного трека тоже и он ее раз пять прослушал и говорит вот это надо играть вот это в те годы любое интервью который скляр давал в российских телевизионных каналах заканчивал с фразой привет молдавии привет группе я помню это самая программа была программе а он упоминал можешь ли ты сказать что этот человек стал определенным отцом можно потому что когда я приехал в москву и увидел у него склад этих кассеты диск от разных мишки а когда мне сейчас дают диски к своему большому стыду они у меня лежат и мне некогда послушать и очень и ты сейчас понимаешь мне стыдно я не я не прав потому что я должен слушать потому что есть много талантливых людей и я и ты и мы можем сыграть какую-то роль в их судьбе и и и в данном случае все московские концерты сейчас нет таких концертов это были американские звезды высшей лиги альтернативной пускай музыки это были большие площадки это было были киловатты это это была аудитория но это были времена когда киловаттами можно было еще удивить тысячи тысячи значит слушателей понимаешь вот прыгали в такт музыки это это была такая энергетика который больше вот мы выступали с группой корн недавно совершенно и я посмотрел на них они такие уставшие не юбки не стойки вот этой легендарной они в туре и вот того духа он уходит приходит что-то другое и александр эскляр сыграл огромную роль мы с ним дружим поддерживаем отношения и я думаю что еще запишем может но вот ты скажи это в чем феномен в чем он был мотивирован там не было бизнеса там нет он не продюсер феномен чего желание скляра этих молдавских ребят вытащить в россии ну что угодно может быть случай может быть все артисты которые уезжают из кишинева они настолько настолько довольны и и наш город он оставляет о себе впечатление знаешь вот иногда тоже звонок до звонит человек которого я не помню но он вы помните вот тот концерт на украине вот этот фестиваль я вспоминаю всю эту атмосферу да я его выслушал помог перезвонил отправил ему новый альбом все материалы не из я не знаю надо у саши спросить роман а ты обладаешь определенным умением то что называется сегодня на штампованном языке войти это доверие человека просто помню встречу с макаревичем которые в итоге превросла в очередной проект вашей группы не знаю может быть постольку поскольку я сам музыкант артисты гастролировал я знаю чего нельзя делать когда подсовывают макаревичу резко акустическую гитару когда наш общий друг на радио попросил его спеть это андрею показалось несколько вот таким неуважительным да и он он закрылся ты представляешь себе какая должна быть у него энергетика его организма чтобы работать на такую аудиторию да и так часто играть концерты и давать интервью я не слышал чтобы макаревич кого-то ругал судил в интервью никогда мы подарили ему старую бобину которая у него нету с концертом машины времени кто ему был подарили ему там гитару просто сделали ему подарки поздравили его с юбилеем и и все и и ничего мы от него не хотели когда человек на гастролях что ему хочется ему хочется чтобы его не беспокоили ему хочется чтобы его накормили чтобы был звук хороший что публика пришла вы как люди часто гастролирующие и живущие непосредственно молдавии это ваша принципиальная позиция что вы не переехали жить туда где происходит тусовка почему ты думаешь что принципиальная позиция у нас нет альтернативы вы имели все возможности засесть полностью в москве и считать себя молдавской группой при этом жить в москве это уже мы бы были не молдавской вы заняли позицию что эта земля должна подпитывать ваше творческое начало но вы гастролируете потому что артист не может не гастролировать это как спортсмен не выезжающий на тур если не гастролирует артист он мертвый нет артиста да так вот естественно вы встречаетесь где бы вы не играли даже за границей с представителями или уроженцами молдовы в разных странах это происходит наверно все-таки по-разному к вам приходят как посланникам родины понимаешь вот в европе вот вот швейцария да джазовый клуб мы поем выступаем я общаюсь на немецком на английском но понимаю что в зале почему-то русские из молдовы из румынии из украины до швейцарцев чуть-чуть немцы чуть-чуть на каком же языке общаться и я бы яс у меня с этого ступор но музыка универсальный язык в музыке уже все сказано если песня полная если песня это знаешь как жизнь аудитория как женщина вот песни все сказано там и рождение и и любовь и смерти все и ничего не надо говорить но мимика жестикуляции движение тела до артист может учиться всегда ты можешь учиться всегда любой творческий человек может учиться всегда думаешь полу маккартни ему есть чему поучиться хотя он уже мастер led zeppelin группа ездила в африку она искала истоки блюза вот в мали и они его слушали этот блюз которые играют бедуины неграмотные понимаешь можно бесконечно учиться потому что творчество это бесконечность была история вот вспомнил сейчас последний приезд александра филе кишинев была такая маленькая заминка он попросил очень серьезно перебить ему билеты на другой самолет который вылетает рано утром и когда спросил почему он не хочет отдохнуть побольше в кишиневе чтобы выспаться он сказал что ты знаешь я завтра с супругой иду на концерт по кодилюси а мы должны с ним были записывать песню кстати совместному и и он отложил я говорю скажите а что связано почему так вы много посещаете он где ты знаешь мы с женой там 20 лет назад были в париже на его концерте и у нас с этим временем связаны большие воспоминания меня с одной стороны хочется это все реанимировать с другой стороны мне интересно что сейчас человек через двадцать лет представляет я не постеснялся перезвонил ему через сутки узнать его ощущения он говорит у меня нет слов я до сих пор нахожусь в подавленном состоянии в хорошем таком шоке я увидел того же человека который просто может стал мудрее там старше естественно я не разочаровался что происходит в очень многих случаях когда ты имеешь кумира и через какое-то количество лет ты видишь что человек уже лучше бы ушел со сцены так это точно такой вопрос когда уходить это знают единицы но вам еще равно ходить мы тогда начинаем я не просто вообще сдух у нас есть минута традиционная споем нет прости меня петь будешь ты потому что это твоя есть профессия если с этим смирился что-то твоя профессия ты можешь в эту минуту спеть а можешь просто сказать то чего ты мне не смог по каким-то причинам сказать а людям бы хотелось бы хочу сказать вам тоже огромное спасибо за то что вы приходите на наши концерты заходите на наш сайт слушайте нашу музыку все только начинается в группу сдоб шиздоб выходит новый альбом который мы записали в берлине это будет совсем скоро до встречи